Новостной блок на областном телеканале АЭС продолжит новости российских регионов. В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Здравствуйте! В этом выпуске вы увидите. Взбежавшая из карантина Петербурженко принудительно возвращена в больницу по решению суда. Оперативники ФСБ задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке взрывов школ в Крыму. В садовом товариществе под Красноярском между членами СНТ разгорелась настоящая война. Самовольно покинувшая больницу жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина с подозрением на коронавирус возвращена в медучреждение. Соответствующее решение было принято Петроградским районным судом. Согласно постановлению, Ильиной необходимо провести в больнице минимум два дня и пройти необходимые обследования. По словам пациентки, анализы на выявление коронавируса она сдала еще 6 февраля. Однако до сих пор их результаты не были ей предоставлены. При этом женщина отмечает, что чувствует себя хорошо и в последнее время не жаловалась на проблемы со здоровьем. Около 10 дней назад Ильина покинула инфекционную больницу имени Боткина. Однако главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Бишкетова подала иск о принудительном возвращении женщины на карантин. Прокурор потребовал моей изоляции дополнительно минимум на две недели и получение двух отрицательных анализов. При этом представители Роспотребнадзора сказали о том, что они не знают и не могут сказать, в какой срок получаются эти анализы. Дополнительно они заявили, что 6 февраля у меня взяты анализы на коронавирус и до сих пор 17 февраля не получены результаты. На основании этого я делаю вывод, что при формулировке до двух отрицательных результатов я могу пожизненно быть изолированной. Оглашено решение, в соответствии с которым удовлетворены требования главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербурга Башкетовой Натальи Симоновны. Гражданка Российской Федерации Алла Ильина, 1987 года рождения, будет помещена предвидительно под медицинское обследование Государственное учреждение здравоохранения, клиническая инфекционная больница имени Боткина. Ей будут проведены определенные обследования, которые она не прошла, находясь на диспетербургизации, которые она самовольно покинула. Два подростка 16 и 17 лет задержаны по подозрению в причастности к организации террористических актов в школах города Керчь. На кадрах оперативной съемки ФСБ России зафиксированы следственные действия в отношении подозреваемых. Сообщается, что во время обысков по адресам проживания молодых людей были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и несколько самодельных бомб. Кроме того, задержанные являются сторонниками экстремистской идеологии, а также последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Также сообщается, что подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Один из молодых людей является членом интернет-сообщества неонацистов. Подростки были также замечены в администрировании так называемых групп смерти в социальных сетях. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о подготовке к преступлению и терроризме. В одном из садовых товариществ под Красноярском разгорается настоящая война. Одни собственники угрожают поджогами, другие обвиняют оппонентов в мошенничестве. Итак, в СНТ продолжается больше года. В суде по меньшей мере 11 дел. О помощи просят почти 100 человек. В конфликтной ситуации разбирались мои коллеги телекомпании «Седьмой канал». Уважаемый Алексей Леонтьевич, ты следующий жаришь шашлыки. Вот такая записочка. Это что значит? А подпись «Архитектор». Алексей Леонтьевич вот этот человек в кадре. Он уже 10 лет живет в СНТ, сад завода телевизоров. И на предложение пожарить шашлыки согласился бы, если бы у соседа накануне не сгорел дом, а хозяин не попал в больницу с ожогами. Поэтому на таинственную записку сейчас смотрит как на угрозу. Его дом следующий, уверен Алексей, и подозревает в угрозах предыдущего председателя, конфликт с которым длится уже не первый год. Он по-нормальному все вроде бы руководил поначалу, потом начал собирать деньги. И дошел до подъема, значит, членские взносы, тут у нас такие есть, статья такая, в 10 раз. То есть было 2,5 тысячи, стало там 20-25, да? То есть люди в год должны платить ему 20 тысяч якобы на реконструкцию сетей. За отказ платить из общества садоводов исключают, жалуется Алексей. Собственно, он из таких. Однако председатель уверяет, что эта группа жителей делает из него злодея. Пожар он не отрицает, но поджог не признает. Экспертиза будет идти еще несколько недель. Электроопоры он ставит якобы, чтобы навести в СНТ порядок. Вот только не новые за 25, а использованные за 7 тысяч рублей. Иначе, говорит, жители не потянут сумму. Но сметы договоров на работы люди так и не увидели. В конце концов, как это бывает в любом скандале, председатель Владимир Лазарев тоже знает виновных. Якобы пенсионерка из товарищества накопила долг за электричество почти на 2 миллиона рублей. И она, если верить Лазареву, такая не одна. Они никогда не платили ни за свет, ни за что. Они счетчиков на границе нет. Проверить суммы не можем. Когда мы обращались к ним, мы ничего, получали отказы. И они говорят, мы ни за что платить не будем, и нам это не надо. Пользуясь денежными средствами добросовестных садоводов. Собственно, поэтому, говорит председатель правления СНТ, исключило из товарищества почти 90 членов. А это большая часть поселения. Вспомнить, когда начались первые разбирательства и суды, уже мало кто из них сможет. Только судья Октябрьского района ведет не меньше 10 дел. Но стороны в них участвуют по-разному, говорит юрист. Сейчас та сторона, она тянет время, им это выгодно, поскольку это позволяет им получать какие-то деньги. А мы сейчас находимся в защитной, так скажем, ситуации, когда у нас нет рычагов воздействия. Так получается, что на те суды, которые они инициировали, мы ходим. Те суды, которые мы инициировали, они не ходят. Ближайшее заседание назначено на март. Там исключенные из товарищества постараются доказать свое право голоса на собраниях СНТ. Если дело выгорит, то Алексей Бабич признается, будет спать спокойнее. Ведь тогда угрозы не будут иметь смысла, кто бы их не писал. Илья Филонов, Светлана Овсянникова, Валерий Чащин, Сергей Раков, Седьмой канал. Остаться без детского сада рискует один из микрорайонов Улан-Удэ. Мэрия проиграла суд и теперь обязана вернуть здание бывшему владельцу. Почему дошкольное учреждение стало предметом спора, а главное, где теперь будут получать образование его воспитанники? Тема продолжит моя коллега в Улан-Удэ Светлана Семеренко. Это двухэтажное здание когда-то принадлежало автотранспортному предприятию, но его выкупил предприниматель Тархаев. Сделал ремонт и в конце 2015 года продал мэрии. Однако в конце прошлого года Верховный суд Бурятии признал сделку недействительной. Детский сад «Зорька» рассчитан на сотню дошколят. На Бурводе он чуть ли не единственный. Свои двери открыл четыре года назад. Тогда мэрия получила из федерального бюджета почти 100 миллионов рублей на покупку садов. Приобрели четыре здания, в том числе и это. Однако вскоре о своих правах на объект заявила жена продавца Галина Тархаева. Я подала свой иск о признании сделки недействительной на том основании, что не было взято мое нотариальное согласие супруги, а это общее имущество, которое выбыло из моего законного владения. Супругу не устроила цена контракта 21,5 миллионов рублей. Галина Тархаева уверена, здание стоит как минимум в два раза дороже. Иск, очевидно, напугал чиновников мэрии. Ведь в случае расторжения сделки все деньги придется вернуть в Москву. Администрация пошла на мировую и предложила женщине 12 миллионов рублей. В целях сохранения данного детского сада в муниципалитете, сохранения мест для детей, которые уже ходили в этот детский сад, было принято решение мирным путем регулировать этот спор и выплатить согласованную сторонами денежную сумму. Деньги перечислили на счет Галины Тархаевой, но, возможно, скоро их придется отдать. За долги теперь уже бывшего мужа Вениамин Тархаев обанкротился. Его кредиторы через суд расторгли соглашение Галины с мэрией. Они тоже претендуют на здание детского сада. По решению Верховного суда город должен вернуть его продавцу, а тот полученный 21,5 миллионов рублей. Мы не согласны, конечно, с таким решением, поскольку детский сад вообще был не в курсе, нас к делу не привлекали. Мы сейчас подаем кассационную жалобу на то, чтобы как-то по-другому пересмотрели это дело. Еще куда еще закрыть-то? Конечно, садик-то нужен. Обязательно нужен. Он единственный сад, который здесь, в этом микрорайоне. Здесь очень хорошие воспитатели. Мэрия тоже собирается подавать кассацию на решение Верховного суда Бурятии. Если в жалобе чиновникам откажут, воспитанников Зорьки придется перевезти в другие детские сады. Они получили право на посещение дошкольного образовательного учреждения. Это право за ними сохраняется. Но не факт, что места сразу для ста детей найдутся. Не исключено, что тогда придется отодвинуть в очереди других малышей. Тем временем, уже этим мартом арбитражный суд включит это здание в конкурсную массу по делу о банкротстве Вениамина Тархаева. А значит, детский сад Зорька с большой вероятностью могут пустить с молотка. И город сегодня сад этот потерял. Светлана Смиренко, Виктор Грановской, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Улетевший в Квет автомобиль последствия потопа на спиртзаводском тракте в Бурятии. По обледенелой дороге ежедневно проходят сотни машин из города и обратно. Когда дорожные службы решат проблему опасного участка, на место выехал корреспондент наших партнеров телекомпании «Оригус» Никита Коробенков. Река Воровка в районе спиртзаводской трассы знакома почти всем местным жителям. Название «Народное» произошло от того, что местные работники спиртзавода, когда-то существовавшего, сплавляли от по ней ворованный алкоголь за территорию, огороженную забором. Вот и вновь река отличилась со знаком минус. Вода вышла из берегов и затопила участок трассы у Лон-Удетра-Богатай. Машина может перевернуться, нужно, чтобы что-нибудь дорожники делали. Хотя бы знаки повесли, чтобы выход из берегов, из реки и все, чтобы было предупреждение знать. Вчерашний стихийный гололед уже успел обзавестись первыми пострадавшими. В этом месте в кювет вылетела машина. Водитель, видимо, не справился с управлением на скользкой дороге. Наводнение произошло вчерашним вечером, и в этот раз дорожные службы сработали оперативно. Они уже оказались на месте еще раньше нас. Скажите, с какого времени уже сегодня разочищаете? Пока приехали, часов с десяти, наверное, с девяти. С десяти часов? Сейчас вот это. Он просто воду гоняет, она выходит, речка. Сейчас будете разгонять воду, я не понимаю? Да, пока пытаются, разогнать, отсыпать будут. Ну, там кто-то знак поставил вчера вечером. То есть вчера потоп меньше был? Ну, меньше, конечно. Видимо, вчера только начала вода выходить. Честно, это ерундой занимается. Почему? Ну, посмотрите, вода кипит, да, она выше уровня дорожного покрытия. Это бессмысленно. Пустая трата денег. Этот участок дороги уже ремонтировался в прошлом году в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Пока о безопасности здесь говорить еще не приходится. Как устранят последствия потопа, мы убедимся в пятницу. Заодно послушаем предложения чиновников, как сделать так, чтобы ситуация здесь не повторилась вновь. Никита Карабенков, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». В Саратовский детский сад утром прибыли пожарные детям. Вручили спасательные жилеты и марлевые маски. Так прошел урок безопасности от сотрудников МЧС. Огнеборцы показали дошкольникам, как пользоваться огнетушителем. Также сотрудники МЧС рассказали о правилах поведения на льду и о спасении утопающих на воде. О том, как прошел урок безопасного поведения, смотрите в следующем сюжете. Здравствуйте! К вам сегодня приехали такие организации, как МЧС, Министерство черчайных ситуаций. Давайте поаплодируем. Сегодня все расскажем, что касается безопасности. Как поправильно пользуются огнетушителями. Как наши огнеборцы спасают жизни людей в черчайных ситуациях. Как на воде работают наши инспектора. Если с вами есть сотовый телефон, обязательно позвонить по каким номерам? 0-1 0-1 1-2-3 По любому нормативу приступите. Время пошло. Читайте. 1-2-3 Вот видите? И вам не сражен ни дым, ни какие-либо бактерии. Если вы идете на лед, обязательно имеете хоть какую-нибудь веревку метров 10-12, которую можно бросить и вытащить пострадавшего из полыни тогда. И получается, когда вас спасает, оно удовольствие. Когда вырастите, обязательно надо стать кем? С пожарным и пожарным. С пожарным и пожарным. Это все новости российских регионов. К этому часу я, Юлия Кожевникова, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и оставайтесь на АСТИ.